Награждается Светлана Третьякова! Коллекция от истоков неолита покорила жюри Мельницы Моды 2020. Автор линейки, мастер производственного обучения и бывшая выпускница технологического колледжа Светлана Третьякова использовала ткань глиняного цвета и трикотажное полотно. Из этого светло-коричневого материала шьют рабочую спецодежду, но дизайнер сумела дать модное прочтение. Истоки неолита. В то время появилось гончарство. Цветовая гамма моей коллекции была позаимствована именно оттуда. Форма и дизайн напоминают где-то горшки глиняные. Каждый год принимаю участие в Мельницы Моды, естественно, надеюсь, что на победу. И в этом году я была отмечена специальным призом от компании Магатекс. И надеюсь, что в будущем меня ждут еще большие награды. Сперва будущие модели находили отражение на бумаге в виде эскизов. Затем стежок за стежком создавали платья, брюки, юбки и блузки. Процесс не быстрый и сложный, признается призер конкурса. В пошиве участвовала команда с пяти мастеров. В коллекции предапарте семь комплектов. Модели сконструированы таким образом, что подходят на фигуру любого типа. Размеры от 40 до 46. На гламурном фестивале в столице жюри также оценили модели и фотографов. В топ лучших вошли воспитанницы студии «Стиль». Диана Демиченкова признается, не волновалась перед выходом на подиум. За плечами десяток показов и конкурсов. Просто настраиваю себя, все будет хорошо. Не волнуюсь. Просто ты выходишь, это атмосфера. Тебе нравится, что на тебя смотрят. Страсть поменьше сладкого есть, конечно, но вообще не получается не есть. А так, не только фитнес поддерживает мою форму. Арина Демьянова идет по стопам опытной коллеги. Зимой девушка прошла отборочный тур на Мисс Беларусь. Оставила позади конкуренток на уровне города и области. Теперь готовится к республиканскому этапу. Мельница моды стала первым серьезным выходом в свет. Занимаюсь дома, тренируюсь. Бегаю вечером, утром. Питание. Пытаюсь меньше есть мучного, сладкого. Педагог студии моделинга во всем поддерживает подопечных. Дает дельные советы, учит премудростям ровной походки и красивой осанки. Я просто на седьмом небе от счастья, потому что я во всех их проявлениях, где бы ни было, и на подиумах, в школе какие-то достижения, я всегда очень рада. И, конечно, для меня это большая похвала. В финале фестиваля конкурса представили 45 коллекций. За победу боролись 54 дизайнера и 11 фотографов. В этом году мельница моды прошла в онлайн-формате, без зрителей в зале. За трансляцией в интернете следили из Белоруссии, России, Украины, Польши, Китая, Италии, Швеции и Франции. К слову, в технологическом колледже сейчас вовсю идет вступительная кампания. Освоить искусство шитья, парикмахерского дела и визажа могут выпускники 9-11 классов. Прием документов продлится до 20 августа. Анастасия Пахлёстова, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.